В массовом сознании бегемоты представляются этакими ленивыми гигантами, добродушными и неповоротливыми. Однако в реальности это один из самых агрессивных обитателей Африканского континента, который в приступе ярости превращается в настоящий живой танк, сметающий все на своем пути. Бегемот это огромный зверь, который весит в среднем около двух тонн при длине в три метра и высоте в полтора метра. Он набирает массу и мощь в течение всей жизни. При этом его челюсти это настоящее оружие массового поражения. Они оснащены исключительно крупными клыками и резцами. У некоторых особей длина клыков достигает полуметра при весе каждого зуба в три килограмма. И смыкаются эти челюсти с чудовищной силой, безжалостно разрывая плоть и дробя кости. На связи Лайтовый канал и сегодня мы покажем вам, на что способен разъяренный бегемот в деле. Поехали! Одними из самых опасных врагов для бегемотов являются крокодилы, и поэтому при случае эти великаны безжалостно расправляются с попавшимися хищниками. Взгляните, целое стадо разъяренных бегемотов устроило бедняге крокодилу кровавую баню. Ему некуда деться из стальной хватки их челюстей. Очевидно, такие укусы наносят серьезный урон, даже покрытому надежной броней крокодилу. Мощный бросок довершает разгром, а ведь крокодил весьма крупный, но гиппопотам поднял и швырнул его, словно мешок с картошкой. Хищника продолжают крепить челюстями, и он с позором спасается бегством. Большую часть дня бегемот проводит в воде, где спит или дремлет, конечно, делая перерывы на вспышке агрессии в отношении всех, кто вторгается в его владение. Ну а ночью идет на берег кормиться по строго определенной тропе. Взрослые самцы, не имеющие гаремов, обычно живут поодиночке, контролируя по 100-200 метров берега и нападая на каждого, кто нарушает границы их территории. Между такими самцами особенно часто возникают драки. Столкновение бегемотов начинается с определенного ритуала. В начале противники долго стоят друг против друга, широко раскрывая пасть и демонстрируя клыки. Драки бегемотов обычно длятся долго, до двух часов, и бывают крайне жестокими. Разъярившиеся гиппопотамы наносят друг другу страшные раны, причем победитель часто преследует побежденного соперника. Смертельные случаи в таких поединках являются обычным делом. Нередко, впрочем, дело не доходит до боя. Тогда самец, считающий себя проигравшим, ныряет и быстро уходит от противника под водой. Вот классический пример такой схватки. После недолгих взаимных угроз гиппопотамы перешли к делу, сцепившись челюстями. Но боец слева явно не был готов идти до конца. Да, он обращается в бегство, но победитель и не думает отпускать его, преследуя даже в воде. И обратите внимание, стоило проигравшему нырнуть и уйти под воду, как победитель сразу прекратил преследование. Взгляните, с какой яростью самцы набрасываются друг на друга. Они буквально сцепливаются клыками, при этом разрывая друг другу пасти. Сохраняют гиппопотамы все свои агрессивные привычки и повадки, и в неволе. Молодой самец решил оспорить титул босса этой качалки, бросив вызов вожаку, нежившемуся в воде. Но не рассчитал свои силы. Вновь эти устрашающие оскалы, и молодняк быстро уяснил, что ловить ему здесь нечего. Он развивает невероятную скорость для столь огромной туши, улепетывая со всех ног в воду. Лев – царь зверей. Вот только гиппопотама об этом, видимо, забыли предупредить. Взгляните, лев потревожил мирно отдыхающего бегемота и тут же пожалел об этом. Многотонная туша резво настигла хищника и покарала своими челюстями. Этот захват за голову – нечто устрашающее. Лев покинул поле боя своим ходом, но остается только догадываться, насколько страшные травмы он получил. Даже попросту зашедших на его территорию к водопою львов, бегемот безжалостно изгоняет. Африканский буйвол – мощное животное, которое порой весит целую тонну и уж точно может постоять за себя. Но даже он не в силах выдержать натиск гиппопотама, защищающего свою территорию. Просто посмотрите на это – бегемот буквально сносит с пути, едва ли уступающего ему размерами быка, при этом еще и успевает задействовать свои смертоносные челюсти. Да что там буйвол, бегемоту плевать даже на носорога, который уж точно является достойным соперником. В ярости гиппопотам таранит носорога и буквально опрокидывает его в воду. Носорогу попросту нечего противопоставить такому напору. Это безоговорочная и брутальная победа. Вообще, контроль и защита своей территории – это все и вся для любого бегемота. При этом под раздачу часто попадают и те животные, которые ну вообще никакого вреда нанести этому гиганту не могли. Взгляните, стая гиеновидных собак загнала антилопу в яму, где бегемот привык принимать грязевые ванны. Такой наглости гигант стерпеть не смог и молниеносно разогнал хищников. Но для многострадальной антилопы это отнюдь не означало спасение. Она вязнет в грязи и вся ситуация начинает раздражать гиппопотама все больше. Бедняжка попадает под раздачу. Одним усилием своих страшных челюстей гиппопотама облегчает работу собакам. Аналогично не повезло и вот этой зебре, которая была просто изломана челюстями разъяренных гиппопотамов. Впрочем, иногда ярость бегемота становится для других зверей настоящим спасением. Взгляните, стая бегемотов буквально отбила антилопу гну у крокодила. Конечно, не по доброте душевной, а исключительно в рамках наведения порядка в своих владениях. Изрядно пострадавшей антилопе все-таки удается уйти живой. Но пострадать от ярости бегемота могут не только животные, но и люди. Для человека именно бегемот является одним из самых опасных животных Африки из-за своей территориальности, чрезвычайной агрессии и физических характеристик. По статистике, от нападений бегемотов страдает гораздо больше людей, чем от нападений львов, буйволов или леопардов. Очень часто защищая свою территорию, гиппопотамы преследуют рыбацкие лодки и туристические прогулочные катера. Они также без страха атакуют и автомобили, зачастую мощно тараня их. Ну а подходить к этим грозным животным слишком близко и вовсе опасно для жизни. Что ж, ну а на этом все. На связи был Лайтовый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, прожимайте колокольчик и ни в коем случае не заходите на территорию гиппопотама. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!